Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас! Давайте начнем наш урок. Прежде всего, хотела бы, чтобы вы взяли свои учебники и открыли их на странице 26. Well, on this page we can see the theme of our lesson, and it is Lead the Way. На странице 26 вы можете увидеть название темы нашего урока. И это Lead the Way. Покажи пример. О чем мы сегодня будем говорить? What we are going to speak about today? Today we are going to speak about different activities and hobbies. Сегодня мы будем разговаривать с вами о различных видах деятельности и о хобби. Также мы с вами послушаем и прочитаем текст на странице 27. Also, we are going to read the text at page 27. This text is about American teens. Этот текст будет у нас об американских подростках. I'd like to begin our lesson with the question. What is hobby? Хотела бы начать наш урок с вопроса. Что такое хобби? What does the word hobby mean? Что означает слово хобби? Хобби – это деятельность, которая нравится кому-то, кто делает ее свободное время. Now, let's remember some words, which will be useful to speak about our theme. Давайте сейчас вспомним с вами слова, которые нам помогут говорить на сегодняшнюю нашу тему. I'm sure that some of them are already known to you, some words are new. Так, я уверена, что некоторые из них вы уже знаете, а какие-то для вас будут новыми. Well, now, find exercise 1 in your textbooks at page 26. Please, listen and repeat these words. Пожалуйста, слушайте и повторяйте эти слова. You can also see them on the screen. Вы также можете их увидеть на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, firstly, I'd like you to rewrite these words. Прежде всего, я хочу, чтобы вы записали себе в тетрадочку все эти слова. Это у нас названия различных хобби. Поставьте тирео каждого слова и запишите перевод данных хобби на русский язык. После того, как вы оформите классную работу. Какая у нас сегодня дата? Today is the 7th of December. Ниже, в серединочке мы пишем We write classwork, then page 26, затем страница 26, exercise 1. Записывайте все эти слова с переводом. Перевод вы увидите на картиночках, то есть можно догадаться по картиночкам. Перевод. Так, смотрим и записываем перевод. Теперь, дальше. Когда мы с вами узнали названия различных хобби, давайте с вами посмотрим на такие вопросы. Which hobbies are popular with teens today? А какие хобби сейчас популярны среди подростков? What hobbies are popular in your family? А какие хобби пользуются успехом у вас в семье? And what hobbies did your parents used to have in their childhood? И какими хобби увлекались раньше ваши родители? Вот, у нас есть три вопроса. И еще один вопрос. And one more question. Which of these hobbies are not popular with teenagers today? А теперь скажи, напишите мне, пожалуйста, какие хобби не пользуются успехом среди подростков сейчас? Из тех, которые мы, естественно, с вами записали. Название, да? Хобби. Все запишите, пожалуйста, по-английски. По-русски мне писать не надо. Ладно? Okay. And now, let's look at exercise two. Давайте сейчас посмотрим на упражнение номер два. I know. You know a lot of different activities. Я знаю, что вы знаете много разных видов деятельности. But what quality do you need to have to do these activities? Но какими качествами вы должны обладать для того, чтобы заниматься различными хобби? At first, could you repeat these words after me? А теперь давайте с вами проговорим эти слова за мной. Artistic, creative, daring, fit, patient, athletic, sociable, curious, determined, imaginative. У вас появляется упражнение один, слова – это название различных хобби. Дальше у вас появляются ответы на вопросы, которые я вам задала. И в упражнении номер два вы выписываете качества, которыми должен обладать человек, чтобы заниматься тем или иным видом хобби с переводом. Так вот то, что вы сделали на данный момент. Now, I'd like you to look at page 27. Сейчас я бы хотела, чтобы вы посмотрели на страницу 27. There you can see the text about ambitious American teenagers and their success. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на текст на странице 27. Это текст об целеустремленных американских подростках и об их успехе. Обратите внимание на заголовок. The word drive. Слово drive. Что оно означает? Вот у вас в учебнике на странице 26 есть рамочка. The box study skills. Давайте ее прочитаем. Multiple meaning words. Многозначные слова. Многозначные слова – это слова, у которых есть несколько значений, которые зависят от контекста. Например, don't break his toy. Не ломай его игрушку. Либо же let's break for lunch. Давай сделаем перерыв на обед. То есть слово break в разных предложениях, с разным контекстом переводится по-разному. В первом случае break – это ломать, а во втором случае break – это сделать перерыв. Так вот, слово drive у вас в заголовке, в тексте, обозначает цель или же стремление. Посмотрите, пожалуйста, в упражнение номер 3. Read the sentences. Прочитайте предложение. What does drive mean? Что означает слово drive? У него есть несколько значений, давайте мы посмотрим. От контекста будет зависеть его перевод. Первое предложение. I admire her drive and enthusiasm. Я восхищаюсь ее целеустремленностью и энтузиазмом. И второе предложение. Let's go for a drive in the country. Давайте покатаемся в деревне. То есть в первом предложении у нас drive – это целеустремленность. Во втором случае у нас это покататься. Совершенно два разных перевода у слова drive. Так вот, в тексте у нас слово drive находится в значении как целеустремленное. American teens with drive – целеустремленные американские подростки. Сейчас я вам прочитаю текст. Вы его внимательно послушайте. Затем мы его переведем. Вот у нас четыре истории в этом тексте есть. В каждой из этих историй мы с вами видим слова, выделенные жирным шрифтом. Вы точно так же должны будете записать данные слова в себе в тетрадочку с перевода. Какие слова у вас должны появиться в тетрадочке? Drive – это стремление, цель. Pay a lot of attention – обращать много внимания. Design – проектировать, конструировать. Try out – испытывать, опробовать. Set up – создавать, основывать. Stepple – скреплять. In charge of – быть ответственным за что-либо. Fashion empire – империя моды. Latest – последний. Determined – полный решимости. Peace together – собрать из кусочков, из деталей. Be jealous of – завидовать кому-либо. Be afraid of – бояться чего-либо. И award – это награда. Итак, вот мы с вами записали слова из текста, выделенные жирным шрифтом, и мы записали их перевод. Now, listen to me. I'll read you this text. American teens with drive. Some teenagers spend their whole lives playing computer games, watching TV, or just complaining that they are bored, while some others get out there and do things. Meet America's new generation of dynamic teens. Akiyana Kramerik is a girl from a small town in Idaho whose favorite hobby is painting. Akiyana is very creative and learned how to use pastels when she was six. She pays a lot of attention to details, and her paintings are very realistic – she finished 40 paintings that sold for as much as $25,000. In December 2001, Ryan's leader Thompson, who was a student at Edison Middle School, had to do a science project. Her mother helped her design a game, which makes learning math simple as well as fun. Ryan's got an A grade for her project, so her teacher gave it to some younger students to try out. Soon after that, people started to ask for their own copy of the game. So, they set up a company called Massworks LLC. Esteban Cortez is a young man whose love for fashion began when he was a child in Colombia. He began designing when he was 10. He used to take old clothes apart and then staple pieces back together again. Today, Esteban is in charge of a growing fashion empire. He recently traveled to New York, where he showed his latest collection during Fashion Week. Esteban is determined to succeed, and it looks like he is going the right way about it. Chase Austin competed in his first race at the age of 8 in a go-kart pieced together by his father. The 16-year-old certainly loves speed and already has a career which many people could be jealous of. This young man from Kansas is not afraid of hard work, and that's why he has won so many awards. Ребята, вот вы послушали текст. Теперь давайте с вами переведем данный текст на русский язык. Ну что же, американские подростки, целеустремленные американские подростки. Некоторые подростки проводят всю свою жизнь играя в компьютерные игры, смотря телевизор или просто жалуясь на то, что их жизнь слишком скучная. В то время как другие берут и делают что-то. Знакомьтесь с американским новым поколением целеустремленных подростков. Итак, Океана Крамрик – это девочка из маленького города Айдаха, у которой любимое занятие – это рисование. Рисование красками. Океана очень творческая и научилась пользоваться пастелью, когда ей было всего лишь шесть. Она уделяет очень много внимания деталям, и ее работы, картины очень реалистичны. Она закончила 40 работ, которые были проданы более чем за 25 тысяч долларов. Это Океана Крамрик. Теперь Райнис Лидер Томпсон. В декабре 2001 года Райнис Лидер Томпсон, которая была ученицей Edison Middle School, выполнила научный проект. Ее мама помогла оформить игру, которая сделала изучение математики простым и веселым занятием. Райнис получила самый высший балл за свой проект, и ее учитель дал ее работу младшим школьникам испробовать ее. Вскоре после этого люди начали просить сделать копию данной игры. Вскоре они создали компанию, которая называлась «Патематические работы». Итак, это Райнис Лидер Томпсон. Теперь дальше текст о Эстабане Кортезе. Эстабан Кортез – молодой человек, чья любовь к моде началась, когда он был совсем маленьким ребенком в Колумбии. Он начал заниматься дизайном. Когда ему было десять, он раньше разрезал старую одежду на части, а затем скреплял кусочки опять вместе. Сегодня Эстабан несет ответственность за империю моды. Он отправился в Нью-Йорк, где он показал свою последнюю коллекцию во время модной недели. Эстабан полон решимости к успеху, и выглядит это как будто он знает, как это сделать правильно. Чей Зостин участвовал в своей первой гонке в возрасте 8 лет в гоночном автомобиле, который собрал его отец. Конечно же, 16-летний подросток любит, обожает скорость и уже сделал карьеру, которой бы многие люди позавидовали. Этот молодой человек из Канзаса не боится тяжелой работы, и поэтому он получил так много наград и выиграл очень много соревнований. Итак, вот у нас есть с вами готовые, можно сказать, 4 истории на английском и на русском языке. Итак, сейчас я вам задам вопросы, но это будут не совсем вопросы, это будут предложения. Вам нужно будет сказать, правда это или неправда? Правда это true, неправда это false. Первый. Ну и первое, слушайте мне и ответ. Океана's favorite hobby is knitting. Океана doesn't pay a lot of attention to details. океана finished 60 paintings some younger students tried out Reynice's project Reynice's project helped students to learn literature Esteban is in charge of a growing fashion empire Esteban recently showed his latest fashion collection in the UK Chase Austin loves fencing Chase Austin won a lot of words Итак, ребята, вот это у нас с вами предложение, на которое вы должны будете написать правда или же неправда. Итак, ребята, что мы сегодня с вами узнали? Сегодня мы с вами узнали название различных хобби. Это раз. Второе, что мы сегодня с вами узнали? Мы с вами узнали, какими качествами должен был дать человек для того, чтобы заниматься тем или иным хобби. Также мы узнали, что одно и то же слово в различных ситуациях может переводиться по-разному. Это многозначные слова. И мы сегодня с вами поработали с текстом, который мы послушали, прочитали, перевели. И вы получили для домашней работы предложение, на которое вы должны согласиться, либо же не согласиться. Правда – это true, false – это неправда. Две оценки выставляю за работу, за вашу. Мы с вами делаем. Я желаю вам хорошего, спасибо. У меня уже закончена. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.